На часах ровно 20.00. Участки для голосования закрывают свои двери. Республиканский референдум завершён. Осталось подвести итоги. Международные эксперты посещают 30-й участок, общаются с комиссией и наблюдателями, интересуются ходом всей электоральной кампании. От досрочного голосования до основного дня. Контроль за подсчётом бюллетеней и правильностью оформления протоколов тоже в их компетенции. Мы видим, что голосование проходит в соответствии с нормами Сбирательного кодекса Республики Беларусь. Нарушение в городе Бобруйск к нами не зафиксировано. Всё происходит в соответствии с законодательством. Я думаю, что жители Республики Беларусь, жители города Бобруйск, где мы сегодня работаем, каждый имел возможность высказать свою позицию по праву на Конституцию. Я уверен, что многие это сделали. В списках 2252 жителя. Сначала члены комиссии гасят неиспользованные бюллетени, отрезают левый угол и упаковывают отдельно. Секретарь объявляет, испорченных бланков нет. Следующий этап – подсчёт досрочного голосования. Вскрывают и урну с бюллетенями тех, кто голосовал на дому. На этот участок поступило 33 заявки от Бобруйчан. Достаточно активный в этом году поток людей, что на досрочное голосование, что сегодня, в основной день референдума, хочется отметить хороший процент явки. Тем временем, на 33-м участке приступают к подсчёту бюллетеней, использованных в основной день. Бланки раскладывают на три стопки – «за», «против» и «недействительны». Голосование прошло в спокойной обстановке, без каких-то эксцессов, без каких-то напряжений. Комиссия сработала чётко. Особая активность на нашем участке прошла во время досрочных голосований. Примерно 45%. По предварительным данным ЦИК, в республиканском референдуме приняли участие 78,63% граждан. Новый проект Конституции поддержали свыше 65%. Отметку «против» поставили чуть больше 10%. Прошедшая неделя показала белорусы за порядок, законность и процветание. Сейчас надо ещё раз внимательно после подведения итогов проанализировать ход этой электоральной кампании, посмотреть на все те вопросы, которые, может быть, не находили полного отражения в нашем законодательстве и приступить к подготовке изменений дополнений, в первую очередь, в избирательный кодекс Республики Беларусь. Республиканский референдум 2022 – четвёртый в истории независимой Беларуси. Первый прошёл в 1995-м. Тогда в нём приняли участие 65% граждан. В 1996-м свою позицию выразили 85% жителей. А в 2004-м явка превысила 90%. Каждая электоральная кампания проводилась путём всеобщего, свободного и тайного голосования.